Вы слушаете новости по энергетике от AESH, вторник, 20 октября 2020 года, в заголовках мировой прессы. SNBC сообщает, Facebook будет использовать искусственный интеллект для улучшения хранения возобновляемой энергии. Facebook и Университет Карнеги Меллана объявил, что попытаются использовать искусственный интеллект для поиска новых электрокатализаторов, которые могут помочь хранить электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников энергии. Электрокатализаторы могут использоваться для преобразования избыточной энергии солнца и ветра в другие виды топлива, такие как водород, этанол, заголовок Bloomberg. Hyundai обдумывает глобальный отзыв электромобиля после сообщения о возгорании аккумулятора. Hyundai Motor Company рассматривает вопрос о том, следует ли расширять отзыв своего электромобиля Kona во всем мире после многочисленных сообщений о возгорании аккумуляторных батарей. В понедельник южнокорейский автопроизводитель сообщил, что находится на заключительной стадии подачи уведомления об отзыве в Национальное управление безопасности дорожного движения США. The Financial Times сообщает, Мексика оказывает давление на частных игроков в энергетическом секторе. Заголовок Wall Street Journal. Распространение электромобилей вызывает борьбу за контроль над зарядкой. Штаты в США взвешивают, какую роль должны играть электроэнергетические компании в строительстве новых сетей для питания транспортных средств. Электромобили широко рассматриваются как будущее автомобильной промышленности, но в Штатах Америки разворачивается битва. Заголовок Forbes. Что происходит с солнечной энергией? Любой, кто следит за развитием энергетики, знает, что солнечная энергия – это уже не будущее, а настоящее. Согласно данным World Energy Outlook 2020 Международного энергетического агентства, фотоэлектрическая солнечная энергия уже является самым дешевым источником электроэнергии в истории. BBC сообщает, сверхпроводники, материал вселяет надежду на энергетическую революцию. Ученые нашли первый материал, который проявляет столь востребованные свойства при комнатной температуре. Он сверхпроводящий, что означает, что электрический ток течет через него с идеальной эффективностью, без потери энергии в виде тепла. В настоящее время большая часть производимой нами электроэнергии теряется в виде тепла из-за электричественного сопротивления. Energy Leaf News.com сообщает. BMW поставит снятые с производства аккумуляторы для электромобилей для строительства мобильных зарядных станций. BMW Group выступила с инициативой по поставке снятых с эксплуатации аккумуляторов для электромобилей, которые будут использоваться при разработке мобильных силовых агрегатов, которые будут обеспечивать зарядку для других транспортных средств. В заголовках публикации по энергетике и ресурсам Smart Energy.com сообщает на своей первой странице. Siemens Energy поможет Total сократить выбросы для крупнейшего проекта СПГ в Африке. Совместное предприятие CCS недавно выбрало Siemens Energy для поставок оборудования для выработки электроэнергии, снижающего выбросы, и компрессоров опарного газа для проекта СПГ в Мозамбике, в провинции Коба-Делгадо. Power Grid.com сообщает. МИД Ромни призывает комиссию США по борьбе с лесными пожарами. Salt Lake City, сенатор США МИД Ромни из штата Юта, объявил в четверг о законе о создании национальной комиссии, направленной на уменьшение будущих стихийных бедствий, связанных с лесными пожарами. По словам Ромни, предложенная комиссия будет изучать и рекомендовать Конгрессу политику предотвращения пожаров. Power Energy Code. Fluence приобретает Advanced Microgrid с программное обеспечение, цифровую платформу для хранения энергии. Совместное предприятие по хранению энергии Fluence приобретает программное обеспечение для микросетей и платформы цифрового интеллекта. Приобретение программного обеспечения Advanced Microgrid на основе искусственного интеллекта и цифровой платформы для возобновляемых источников энергии и хранения энергии расширит линейку продуктов компании. Это была минута новостей по энергетике от АЭШ. Вторник, 20 октября 2020 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей в области электроэнергетики, то подпишитесь к нам и следите за нами в социальных сетях.